стартуем нашу лекцию номер два на 1 мы поговорили о строчках кода lines of code и мы решили что lines of code может быть использован эта метрика может быть использована для измерения размера кода но не только размера а и какой-то степени maintain ability мы с вами обсуждали что maintain ability то есть удобство или комфортность или скорость который код может быть модифицирован другими программистами или даже теми же программистами которые его писали это и есть индикатор его maintain ability индикатор его читаемости поддерживаемости и вообще его жизнеспособность степень его поддерживаемости она может быть измерена и можно ее измерить с помощью наверное измерения размера кода здесь вероятно можно иметь какие-то альтернативные мнения по этому вопросу потому что наверное если код написан просто понятно и в линейку последовательно идущие команды то может быть этот код будет проще чем код написанный сложным образом очень компактным образом но при этом трудно понимаемым знаете есть такой есть такие примеры их множество где используется например язык перл или есть такой язык брейнфак может быть слышали который с помощью которого можно написать программу очень компактно да насчет наверно насчет второго примера там не очень компактный код получается он получается как раз супер не читаемый в этом идея была дизайна этого языка но например языке перл я на нем немножко программировал совсем чуть-чуть написал ним несколько может быть сотен несколько тысяч строк кодов всего за свою жизнь но действительно язык дважды на компактные и при этом тяжело читаемые тяжело его пониматиной то инабитором невысоким ну то есть мы время менеджтор лекцией говорили что есть некие некая точка некая золотая середина которая должна быть выдержана между кодом который очень длинный и при этом тяжело читаемый кодом который короткий и при этом тоже тяжело читаемый то есть этот маленький набили hinten наверное он по Какое-то такое должно быть нормальное распределение у этого показателя между двумя экстремумами. И находить эту точку, в общем-то, есть задача программиста, который заботится о качестве кода. Вообще все эти лекции мы будем говорить о качестве кода. И те статьи, те исследования, которые вы делаете, они тоже касаются так или иначе качества кода. Мы пытаемся с помощью метрики, с помощью анализа больших блоков кода сделать какие-то выводы относительно качества. Та же метрика, которую мы сегодня будем обсуждать, Cyclomatic Complexity, она тоже выведена была из анализа больших блоков кода, больших массивов кода. Анализируя ее, автор пришел к выводу, что таким-то образом можно измерять код. И это, наверное, будет сигнализировать о его каких-то свойствах, связанных с мейнтейнобилити. Мы делать сейчас можем что-то подобное, вы в своих исследованиях можете делать какие-то подобные движения в сторону нахождения этих зависимостей между какими-то числовыми показателями кода, между какими-то объективными фактами и неким субъективным восприятием его. Потому что мейнтейнобилити – это штука субъективная. Она, к сожалению или к счастью, пока мы не можем, не существует такой метрики за 50 или 70 лет существования Computer Science, не выработали люди какую-то единую метрику, которая бы нам сказала, что вот эта цифра говорит о мейнтейнобилити кода. Итак, Cyclomatic Complexity. Наверное, кто-то из вас слышал про эту метрику. CC ее еще называют, дебриатура CC. Она была создана… А, стоп, я вам сначала хотел другое рассказать. До того, как мы придем к Cyclomatic Complexity, до того, как мы перейдем к цифре, к измерению его сложности путем цифр, я вам расскажу небольшую такую философскую введение, прелюдию, что я вообще думаю о сложности кода. Некоторые программисты, программеры, я говорю, некоторые программисты на моей практике, с которыми я встречался, много таких, таких с программистов достаточно много, и мне кажется, их даже большинство. Они считают, что код, который они пишут, если он сложный, то это дает им некое такое ощущение собственной важности, собственной значимости, собственной экспертности. И им нравится. Им нравится, что код, который они написали, непонятен другим людям, что другим людям тяжело его понять. Им тогда это дает какое-то ощущение не превосходства, но какого-то такого самудовлетворения, что ли. И часто бывает, подходишь к программисту, показываешь ему этот код и говоришь, ты можешь мне объяснить, что здесь происходит, помоги мне. И он говорит, ну да, это сложно, да, это сложный код, с таким собственным, с ощущением собственного такого радости за то, что он смог такой код написать. И это, на мой взгляд, большая ошибка фундаментальная, заблуждение, я даже не сказал заблуждение, а какое-то психо... Тут, наверное, мы находимся на границе между технологиями и психологией, между программированием и психологией. И людям, программистам, в общем-то, нужно что-то в их программировании, в их жизни, в их работе, нужно что-то, за что можно было бы зацепиться и, так сказать, чувствовать себя нужным, чувствовать себя важным, чувствовать себя не таким, как другие, чувствовать, что его работу как-то ценят и уважают, и он нужен. Это нормально, мне кажется, это естественно для любого человеческого существа. Быть кем-то... видеть, что кто-то от тебя зависит, видеть, что кто-то тебе, что ты кому-то нужен. Это окей. Но при этом использовать технологический такой... даже я бы не сказал, что это технологическое преимущество. Я бы сказал, что это возможность запутать другого, используя тот домен, в котором мы работаем. То есть мы работаем в области программирования, где очень много вещей можно сделать по-разному, где все не так однозначно, все не... код – это не строгая математика во многих случаях. То есть можно написать одно и то же двадцатью разными способами. Можно оформить свой код двадцатью разными способами. Можно назвать свои переменные по-разному. Можно дать имена своим методам по-разному. Можно свои классы по-разному организовать. То есть решений очень много. Их огромное количество. И их можно делать как простыми, понятными, так и очень сложными, непонятными. При этом работать будет одинаково. То есть программа будет выполнять один и тот же функционал, но при этом она будет выглядеть по-разному. И вот здесь Алексей правильно комментариев дает, что писатели тоже наверняка некоторые так думают. Действительно, есть и писатели, которые пишут так, что понять его достаточно тяжело. И этому писателю кажется, что таким образом он более качественный писатель. У меня такой знакомый есть, между прочим, который пишет очень сложно на английском. Я еще английский знаю так, на бытовом уровне. А он присылает мне свои статьи, и я через них не могу продраться. Не могу понять через эту чащу слов, формулировок, выражений. Получается очень сложно. И когда я ему об этом говорю, я не раз ему об этом говорил, что ты пишешь сложно, и мне тяжело читать это. Он говорит, ну да, я понимаю, ты специалист уровня пониже, поэтому тебе, наверное, нужно попроще статьи читать. То есть вот примерно так он формулирует свою мысль. Может быть, не так прям резко, но мысль именно такая, что ты, мол, занимайся более простыми вещами. А я пишу для людей умных, для людей, которые... И это, конечно, вызывает... Ну, я уже привык к тому, что он мне так говорит. У меня это вызывает улыбку. Но когда это в профессиональной сфере, когда это в программировании, то это улыбку не вызывает. У меня это вызывает раздражение. Когда этот программист показывает тебе код и говорит, что ну да, это сложный код, это только для специалистов высокого уровня. А ты, мол, иди разбирайся и дотягивай свой уровень, потом приходи. Это грустно видеть. Это говорит о том, что программисты... Ну, я даже не знаю, о чем это говорит. Я вам сейчас скажу, как вы не должны думать. Вы должны предполагать, что вы пишете свой код, ну, в первую очередь, не для себя. Вы должны писать свой код для людей. Сейчас такой social coding, это, мне кажется, тренд уже многих последних, не то что лет, наверное, уже десятилетия. С тех пор, как мы активно перешли на open source разработку и на удаленную разработку. Два больших тренда в индустрии наметились за последние 10 лет. До этого люди писали только в офисах и люди писали только proprietary code. То есть, ну, были какие-то open source решения, типа Linux, типа какого-нибудь Apache. Но это были исключительные такие островки энтузиастов, которые создавали даже, наверное, не Apache, а вот это GNU с его Linux решениями. Это были решения очень нишевые и в них были действительно единицы людей. Это были такая элита программирования. Они делали open source. Сейчас open source делают все. Сейчас в каждой компании, практически в каждой большой и даже маленькой, всегда будет какой-то open source крыло или даже много кода будет в open source или даже весь код будет в open source. Сейчас некоторые компании переходят целиком на open source и выкладывают свои решения полностью в open source. Вы, возможно, попадете в такую компанию или вы уже в нее попали. То есть, и вы будете работать удаленно, многие тоже работают удаленно. И удаленная работа, и open source вместе, если наложить эти два тренда, то мы получим неотвратимую, наступающую на нашу реальность или уже наступившую реальность, в которой то, что вы пишете, читают другие люди. Раньше, 20 лет назад, когда вас еще не было, мы писали код так, чтобы прочитали только мы, мы его скомпилировали. Я сам автор, я его написал, практически никто мне не мешает. Я написал свой модуль, я его скомпилировал, бинарник попадает на аппаратную платформу, там работает. Как он написан, это мое дело. Понимаю я в нем, замечательно. Не понимаю, я сам в этом разберусь, никто мне не будет помогать. Сейчас все не так, сейчас мы написали две строки, он попадает в open source, попадает другим программистам, и им эти две строки нужно понять. Если они его не понимают, то ваша стоимость, ваша ценность для продукта снижается. То есть вы снижаете свою ценность, свою зарплату потенциальную, тот объем, который денег вам дадут за ваш труд, если вы будете писать для себя. Вы должны писать для других, а значит вы должны снижать complexity. Чем проще ваш код, чем легче его понять, тем выше его maintainability, тем значит вы дороже как программист. Хотя контринтуитивно это, потому что кажется людям, что если я напишу сложно, то ко мне потом придут, и меня попросят этот код редактировать. Меня попросят его изменять, потому что только я в нем понимаю. И значит меня за это заплатят. Как эти вот бесконечные истории, которые гуляют по индустрии, рассказывающие о том, что есть язык Кабол, язык действительно есть. И есть некие такие магические программисты, фантастические, которые получают миллион долларов в месяц за то, что, может быть не в месяц, может быть в год, но все равно очень много, значительно больше, чем другие программисты. За то, что они приходят и редактируют или исправляют те программы, которые написаны были 50 лет назад на этом языке. Действительно язык очень старый, типа Фортрана, типа Алгола. Но на Фортране и на Алголе были написаны в основном математические, всевозможные экспериментальные программы для мат-вычислений, для математики. А на Каболе были написаны финансовые решения для банков, для страховых компаний. И конечно эти банки и страховые компании, они очень боятся менять свой софт, особенно если ему уже 40 лет и он работает, и через него проходят все финансовые операции. То конечно изменение такого софта и переход на какое-то другое решение, это дорого. И мало кто на это просто так пойдет, если нет какой-то острой необходимости. И вот эти люди, которые понимают в этом языке, они, мол, стоят очень дорого, потому что они приходят, находят нужную строчку в этом огромном листинге на десятки тысяч строк. И эту строчку меняют, и там что-то получается новое, допустим, вводится какой-то... Ну представьте себе банк, который работает по определенным законам, он выполняет определенные регуляшнсы, он там начисляет каким-то образом налоги. И вдруг меняется законодательство, и нужно начислять по-другому. Но не будет банк ради изменения этой строчки одной для вычисления процентов не 13% налога, а 15%. Он не будет для этого переписывать весь софт. Он должен зайти в нужное место софта и поправить цифру 13 на 15. А что, если эта цифра там используется в трех местах? Если так, код написан, что он не мейнтейнбл, так что в нем идет дублирование этой строки, цифры этой. Она в одном месте 13, в одном месте 13, в другом и в третьем. И вот кто-то должен найти эти цифры, кто-то должен разобраться, где же эти цифры 13, чтобы их поменять на 15. Ну вот они, этот человек, супер маг такой, волшебник, он меняется. Вот интересный вопрос Данила задает. Где находится эта грань, разделяющая сложно написанный код другим программистам и просто твою неопытность? То есть, как можно понять, что, да, код просто сложный, потому что он такой и есть, я просто не разбираюсь в нем. И, собственно, написанный плохо. Я думаю, что код должен быть написан. Ну, я думаю, тут эта грань, она, наверное, чем ниже она, тем она ближе к... Даже не знаю, как это сказать. Вы должны исходить из того, что всегда исходить из того, что код ваш будет читать человек, который неопытный. И когда вы пишете свой код, то предполагайте, что вас читает новичок. Вас читает человек, который просто знает этот язык программирования, знает его по школьному курсу. Если вы пишете на Java, значит, делайте так, чтобы вы использовали простые механизмы в Java. И даже если иногда в языке есть какая-то фича, которую использовать хотелось бы, и она какая-то современная, удобная. Например, в Java есть... Java же модифицируется, и она предлагает какие-то фичи постоянно, новые и новые. Например, сейчас в современной Java можно, не помню, по-моему, в 17-й версии, можно не определять тип переменной декларируемой. То есть вы можете писать var, а потом имя переменной, потом равняется, и дальше... И раньше такого делать было невозможно, допустим, в той же 11-й Java, или я не помню, в какой версии... Ну, в 7-й точно этого нельзя было делать. И приходилось писать тип переменной, потом имя переменной, потом равняется, и так далее. Можно перейти на современную Java и писать var, но вы таким образом создадите некие трудности, наверное, для тех, кто не знаком с этой фичей. И может быть, имеет смысл писать все-таки тот код, который вам бы хотелось, чтобы понимали многие люди, писать его без использования новых фич языка. Даже в эту сторону смотрите и в эту сторону двигайтесь. Старайтесь делать так, чтобы вас понял человек, который даже вне контекста. Тут вот еще вопрос. Допустим, банк решил переписать проект и использовать более современный стэк. Очевидно, это сначала очень дорого, но в будущем это окупится. Банк будет жить, его услуги будут пользоваться спросом. Разве не так? Зачем быть в заложниках прошлого, постоянно от этого иметь много проблем? Ну, действительно, это так. Действительно, банки стараются, конечно, они будут стараться переходить на новые технологии. Но сколько этих новых технологий? Кого слушать? Каких архитекторов? Каких советчиков слушать? Один придет и скажет, давайте все перепишем на джаву. Мы перепишем. Завтра придет другой и скажет, давайте все перепишем на сап, например, на систему, в которой нет джавы, а есть другой язык программирования. Переписали. Потом пришел третий и рассказал что-то еще. Банки, они очень, и вообще финансовые структуры, они очень инертные такие существа. Они действуют крайне медленно. Это можно объяснить, потому что у них в руках деньги, если они будут действовать резко, то они рискуют. Высокие риски для них это неприемлемо. А любое изменение кода это высокие риски. Любой переход на другой язык или на другую архитектуру это огромные риски, потому что, ну, скорее всего, вы что-то потеряете. Скорее всего, какой-то функционал у вас выпадет, вы его не заметите. Вы перепишете, но что-то где-то работать будет по-другому. И дальше будут целые циклы нового тестирования, новой обкатки. Циклы даже не просто тестирования, а циклы баг-репортинга. То есть циклы нахождения дефектов. И эти дефекты будут стоить деньги. Люди будут терять деньги, они вам будут писать. Ваш софт сломался, из-за него мы потеряли деньги. Вы будете вносить фиксы в ваш софт, возвращать деньги людям. Вы пройдете тот путь, по которому прошел этот банк 25 лет назад. Он уже по нему прошел. Он уже эти все проблемы решил. Вы будете заново их решать. Ну, иногда это неизбежно. Если действительно это какая-то технология очень старая, и по ней уже нет поддержки, то действительно нужно переходить. Вот, допустим, я столкнулся с такой проблемой ровно на прошлой неделе. У меня был сервер, на котором стояли, было развернуто несколько приложений, которые у меня работали в онлайне, в таком штатном режиме. Многие годы, ну, наверное, лет 5 точно, 4 или 5, что-то такое. И одно из этих приложений стало мне говорить, я не поддерживаю то, что тебе нужно, уже. Please upgrade. Ну, я захожу в это приложение, в консоль, в линуксы, делаю апгрейды, а он мне не хочет, не поднимает до следующей версии, там, с какой-то 30 до 31. Он говорит, нет, не получается, какая-то ошибка, там, что-то у вас, что-то не хватает, какая-то техническая ошибка. Я пошел к ним в этот баг-репорт, к этим ребятам, которые, ну, open-source, написал им этот баг-репорт. Они спрашивают, какая у тебя версия операционки. Я говорю, Ubuntu 18-я. Они говорят, мы 18-ю не поддерживаем больше. И можешь нам эти тикеты не писать, мы не будем фиксить. И никто не поддерживает, они говорят. Хотя это 18-я версия, сейчас 20-я, 22-я. Вот буквально там произошло небольшое изменение. Что мне пришлось сделать? Я иду на сервер, и мне нужно удалять операционную, и не получается ее проапгрейдить. Я делал апгрейд операционной системы, и тоже какие-то ошибки, в общем, я не стал в этом разбираться. Что в итоге надо делать? То есть я остановлюсь перед ситуацией, когда дальше идти невозможно. Оно не мейнтейн, оно не апгрейдабл, и, соответственно, ну что пришлось? Покупать новый сервер, ставить на него Ubuntu 22, потом переносить туда это приложение. Это время все. Это все потратило некоторое время, и, ну, вроде бы, надеюсь, ничего не потерял. Но это я, у меня там копеечное это приложение. А если это банк, представьте, к нему, приходит к нему архитектор и говорит, вы знаете, мы работали на Ubuntu 18, все пять лет, все было хорошо, все было прекрасно. Или это какая-то финансовая платформа, не обязательно большой банк. Представьте себе какой-то стартап, который работает с финансами. И вот вы архитектор в этом стартапе. Вы приходите к своему руководителю, к фаундерам, к основателям стартапа, или вы сами основатель. И вот у вас проблема. Нужно поднять с одной Ubuntu на другую. Это же деньги, это же расходы, это же риски переходить с одного на сервер. Вдруг, внезапно. А это накопленная проблема. Она была и вчера, она была и позавчера. Я просто о ней не знал. Это некое мое упущение. Нужно было каждый год смотреть, какая у меня стоит версия операционной системы. Какая у меня стоит версия софта. Давай мы попробуем ее проапгрейдить. А какие меня ждут риски. И когда Ubuntu выпустил релиз и сказал, что он больше не поддерживает 18-ю версию, нужно было мне в этот момент понять, а, пришло время подняться до 20-й. И тогда бы я с этим столкнулся уже в штатном режиме. Но сейчас я столкнулся в аварийном режиме. Мне нужно срочно было переходить, потому что софт перестал работать на той версии, на которой он был. Вот так это в реальности происходит. И так же у крупных компаний, только совершенно другие ставки, совершенно другие. Так, тут комментарий о том, что лентяи эти программисты, что 18-я Ubuntu все еще поддерживается. Но они мне написали ответ, что мы не поддерживаем 18-ю и не поддерживает ее сама Ubuntu. Поэтому забудь. Ну вот мне пришлось забыть. В общем, резюмируя по этому слайду, по первому, можно сказать, что вы должны стараться, вы должны понимать, что чем ваш код сложнее, тем вы хуже программист. Вот запомните такую мысль себе. Чем труднее читать ваш код, чем труднее его понимать, чем он более заковыристый, чем он более сложный, чем больше вы используете каких-то интересных подходов, каких-то необычных фич, какой-то такой уникальной комплексити, когда вы делаете, может быть, за один оператор, делаете то, что можно сделать подробно за три оператора. Вы плохой программист. Вы делаете проблемы другим людям. А значит, вы неудобный программист. Вас не возьмут в команду. Вы не интересны другим людям. Вы не интересны другим проектам. Вы сам такой эгоистичный, самосконцентрированный, какой-то, может быть, такой лохматый гений, сидящий в подвале и разрабатывающий какую-то суперинтересную технологию, может быть. Но большинство из нас, из вас, не такие программисты. Мы все-таки пишем слов для людей. И вот надо этих людей уважать в первую очередь. Не себя, а этих людей. Вот запомните эту мысль. Теперь про Cyclomatic Complexity пойдем. Значит, Cyclomatic Complexity было предложено как метрика некий Томас Маккейб Синьер. Это вот его имя. Томас Маккейб Синьер. Он в 1976 году, это было очень давно, когда ни вас, еще и меня не было на свете, он придумал такую метрику, которая нам помогает считать Complexity, глядя на такой Call-Flow Graph. Или Control-Flow Graph. Не Call-Flow, а Control-Flow Graph. То есть, любую программу можно представить в виде графа. И каждый оператор или каждый statement в этой программе представит в виде кружочка на этом графе. Ну, допустим, у нас программа, которая звучит так. Если А больше 5, то... То print какой-нибудь x. Else exit. Вот наша такая несложная программа. Как ее представить в виде графа? Сначала у нас есть вход на графе, кружочком обозначается. Потом мы попадаем в оператор if. Потом if принимает решение, он может пойти либо влево, либо вправо. Если он пошел вправо, допустим, здесь у нас а больше 5, тогда мы делаем print. Вот он оператор print. Если же else, то мы попали в exit. И с print мы тоже попадем в exit. Вот это, в общем-то, граф нашей программы. У нас есть входящая точка, у нас есть выходящая точка, у нас есть два нода на этом графе. Какая сложность у этого, какая cyclomatic complexity этого графа? Мы считаем ее как E. E это количество EG, то есть количество стрелочек на графе. У нас их 1, 2, 3 и 4. 4 плюс N, о, sorry, минус. У нас 4 минус N это количество нодов. Нодов у нас 1, 2. Две штуки, эти черники не считаются. И плюс цифра 2. То есть у нас всего 4. 4 это cyclomatic complexity этой программы. То есть, в общем-то, это, дальше, как они объясняют это простым текстом, это количество, it's a count of the number of decisions in the source code. То есть количество решений, которое будет принято в этом source коде. Почему у нас получилось 4 решения здесь принято? The higher the count, the more complex the code. Почему у нас здесь получилось, что мы принимаем 4 решения, хотя у нас на самом деле одно решение принимается? Ну, может быть, каждый принт это тоже решение? Может быть, принт это решение, else это решение, if это решение, exit это решение? Не знаю, тут существует много толкований у этой метрики. Я не в этом случае математикой вас давить не буду. Я думаю, что это не принципиально. То есть есть некая формула, которая высчитывает, действительно, она покажет вам количество decisions. Вот это ключевое, наверное, слово. То есть она покажет вам количество решений, которые ветвлят код, которые разветвляют его, которые предполагают мозг программиста, который будет читать этот код, движущийся по, как сказать, расслаивающийся на 2-3-4 направления. То есть когда вы читаете код, вам придется при прочтении этого кода, вот в этой точке, когда вы увидите if, вам придется сказать, так, ну, допустим, мы пойдем вправо, но запомнить где-то для себя, что нужно будет вернуться в этот момент и сказать второй раз, а допустим, мы пойдем не вправо. И вот если вам придется это сделать один раз в программе, сделать это допустим при прочтении листинга программы, а потом еще раз вернуться в эту точку и сказать, окей, ну, допустим, мы бы пошли не сюда, то это одна сложность. Если вам придется сказать допустим, а потом погрузиться вглубь этого кода и сказать снова, так, а теперь здесь внутри, а допустим, мы пойдем еще раз, а допустим, и каждый раз такое погружение вглубь стека, можно сказать, при выполнении, создает для вашего мозга сложность в понимании этой программы. Вам становится все тяжелее и тяжелее. Чем выше эта комплексия, тем выше эта цифра, показывающая, как часто вы разветвлялись при прочтении программы, тем, конечно, ваш код хуже, более сложный, more complex. Насчет того, хуже он или лучше, мы уже поговорили, но мы уже договорились, что действительно он хуже, раз он более высокая у него сложность. Ну или с ним нужно что-то делать, может быть, он не хуже, может быть, он всеми принимаемый, потому что, может быть, по-другому нельзя написать, но лучше попытаться написать по-другому. Вот он работал в IBM, этот товарищ, эта фирма IBM в те времена, она была вообще центральной фирмой, задающей вообще тон во всех вычислительных, во всем computer science. Это в этой фирме изобрели реляционные базы данных, в этой фирме изобрели массу языков программирования, в ней изобрели операционные системы. Ну, наверное, мы этой фирме обязаны, наверное, появлению вообще computer science в том виде, который мы сейчас имеем, во многом они вот лет 40-50 назад, они доминировали на рынке, и все происходило внутри них. Это сейчас у нас есть гуглы, всякие амазоны, фейсбуки, уже компании, которые даже крупнее и мощнее в плане науки, чем IBM. Но в то время IBM была главной компанией. И вот этот Томас, он в этой компании создал такую метрику и предложил ее для оценки. Видимо, ему дали заказ такой, видимо, его попросили посчитать, окей, давай как-нибудь решим, как мы можем, глядя на программный код, сказать, какой из них более сложный. Вот как бы вы это сделали? Вот он решил так. Подумайте, может быть, вы можете предложить какую-то свою метрику. Вот как вы, глядя на кусок Java кода из 100 строк, как вы можете сказать, какая у него сложность? Ну, по количеству строчек мы знаем уже, посчитали вы их, там, окей, там 100 строчек. Ну, дальше, вот вы сравните два кода, здесь 100 строчек и здесь 100 строчек. Как бы вы, будучи Томасом в 1976 году, как бы вы могли сделать эту оценку двух кусков кода из 100 строчек? Это вам такое на домашнее знание, на подумать. Уровень вложенности кода, вот тут рекомендую. Действительно, такая мысль правильная, возможно, уровень вложенности, можно посчитать количество indentation, то есть, если его правильно расставить, ну, например, если это язык Python, то он автоматически расставит правильно, потому что там indentation, это часть синтаксиса языка. И посчитать, как мы глубоко погружаемся внутрь вправо, как глубоко вправо мы уходим. Есть такая метрика, мы тоже ее на наших курсах обсудим попозже, которая предлагает именно рассчитывать глубину ухода вправо. Если, конечно, у вас по вертикали все идет, то, естественно, вы понимаете, что если код будет, допустим, если у вас код вот такой, print A, а потом print B, а потом print C, то у вас будет картинка вот такая, вот такая, то есть, все подряд будут эти три элемента, а значит, комплексити будет количество edgy 1, 2, 3, допустим, там 4, минус количество нодов 1, 2, 3, и там плюс 2, то есть у вас будет, или там будет минус 4, то есть, короче, комплексити у этой штуки должна получиться единичке, равна. Мы должны, видимо, здесь минус 5 сделать, вот как-то так, и мы должны прийти к единичке, то есть комплексити кода, который написан вот таким вот образом, она единица. Cyclomatic Complexity у нее единичка. Опять же, математикой займитесь сами в этой формуле, потому что есть разные ее трактовки, если вы пойдете на Википедию, посмотрите Cyclomatic Complexity, там с этим графом они по-разному играют, они то учитывают эти ноды стартовые, то они не учитывают, то они учитывают их как-то по-другому, то они иногда здесь вместо цифры 2, они пишут 2 умноженное на что-то, в общем, но суть в том, что здесь будет единица, должна быть единица, если у вас комплексити такая, по вертикали, то есть если у вас ее нет, мы этих решений, decision решений не принимали ни одного, мы шли по вертикали, и, конечно, у нас indentation будет нулевой, то есть мы нигде не уходили вправо, мы нигде не делали вот этих вот, вот этих табуляций, так называемых, нигде не нажимали кнопку Tab, которая бы нас двигала вправо. Вот второй тут рекомендует нам, кто-то из вас пишет, что время, которое бы мы, через которое бы начинали болеть глаза. Ну, вы понимаете, на самом деле это шутка, но в этой шутке, в общем-то, и заложен весь смысл оценки сложности кода. Действительно, мы хотим померить, как быстро у программистов начнут болеть глаза, но как это померить цифрами? Как нам, где нам взять такой индикатор, который бы показал? Мы же не можем посадить перед каждым кодом, сажать десяток программистов и спрашивать, как вы этот код воспринимаете. Но я думаю, что это вот одно из интересных сейчас направлений для новых исследований с использованием Machine Learning или с использованием даже вот этих Large Language моделей типа ChatGPT. То есть, как-то так прикрутить эти модели, чтобы мы могли в нее, в эту модель, давать большой кусок кода, и она бы эта модель нам говорила, что я думаю, что CycloMate, что какой-то complexity там, Large Language Model Complexity у этого кода 28, а у этого 29. Почему он такое решение принимает? Видимо, мы уже и знать не будем. Если в случае CycloMate Complexity мы знаем формулу, то есть мы точно знаем, как ее посчитать, то, может быть, будущее этих метрик, оно за недетерминированными методами, когда мы не знаем точно, что нам ответит модель, но она нам ответит, и мы начинаем ей доверять. То есть будет некая какая-то такая большая натренированная модель, например, на Java, которая знает, вот мы ее натренировали, скормив ей 50 тысяч кусков кода на Java, и к каждому куску приложив программиста, который сказал, как ему было быстро читать этот код. Или, может быть, даже он не сказал, а мы измерили, с какой скоростью он прочитал этот код. Мы, допустим, посадили огромную выборку программистов, взяли, ну такой огромный эксперимент, взяли 100 тысяч программистов. Может быть, не 100 тысяч, взяли 1000 программистов, и каждому программисту дали 100 примеров кода. У нас получилось 100 тысяч экспериментов. И в каждом эксперименте мы давали им кусок кода и говорили, скажи нам, какой будет результат, например, выполнения этого кода. Такая несложная задача на программирование. Она не предполагает, что там нужно знать какие-то большие тяжелые сложности, глубоко погружаться в алгоритм, но тем не менее нужно алгоритм понять, который перед программистом на экране изображен. Вот программист читает и через минуту с половиной отвечает. Ответ будет такой-то. Иногда ошибки дает, иногда правильно дает. И вот мы собрали такой огромный датасет. У нас получились 100 тысяч экспериментов, где в 30% программист ошибся, в 70% он дал правильный результат. И мы все это скармливаем, эти цифры, и вместе с кусками кода скармливаем в большую-большую модель. machine learning модель, какой-нибудь based on some transformers. И получаем такую огромную машину. А потом к ней приходим со своим кусочком кода и говорим, окей, а вот с этим кодом программист бы справился, раз вопрос, и второй, если бы справился, то как ты думаешь, за какое время? И машина бы нам сказала, я думаю, что здесь бы программист потратил 2 минуты 13 секунд и, скорее всего, выдал бы ошибку с вероятностью 84%. Вот это и есть maintainability этого кода. Может быть, это такое будущее этих метрик. Наверняка что-то такое появится. Сейчас пока я такого не видел. И если бы мы всей этой модели стали доверять и сказали бы, окей, это модель made by Google, например, made by IBM, by какой-то большая компания, они ее зафиксировали, задокументировали, выложили в онлайн, и все ее используют, сделали к ней API. API открытый, бесплатный. Любой может отправить туда свой код, получить свою maintainability и опираться на эту цифру. Теперь мы, например, в нашем IDE, когда я редактирую Java код, у меня бы справа светилась бы циферка. Я пишу функцию свою, пишу в свой класс, а он мне справа показывает, что этот класс, программист поймет его за 3 минуты. Я начинаю добавлять код, он показывает 3, 4, 5, 7, 12, 20, и уже красный начинает моргать. И показывает, смотри, это уже ты выходишь за границу, потому что то, что ты сейчас здесь написал, и человек будет понимать 20 минут, это unacceptable. Разбивай эту функцию на части, разбивай свой класс на элементы. Сейчас такого в IDE, такой фичи нет. Может быть, кто-то из вас может это создать, я думаю, что это рано или поздно появится. Так, мы проговорили про complexity, дальше. Ну, вот тут я вам хотел показать пример, более конкретный, как посчитать complexity. Это я нашел из интернета, поэтому мы тут с вами можем только... Цифры я не нашел, точнее, там она есть в статье, вы можете сами потом посмотреть. Но давайте попробуем сами посчитать, вот какая будет здесь комплекция. Смотрите, какой код. Start и End, заметьте, они Start и End сделали тоже нодами. У меня это было не ноды, может быть, я в этом ошибался в расчете. И дальше, каждая строчка это нод. Каждая строчка имеет номер на этой сети. Вот для того, чтобы там посчитать, помним формулу, мы должны взять количество Эджей, минус количество нодов, плюс 2. Мы берем количество Эджей у нас 8, минус количество Эджей у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, минус количество нодов 8, плюс 2. У нас получается 3. То есть, сложность этого кода, она 3 равна. Ну, чтобы это не значило, тем не менее, это 3. Еще раз подчеркиваю, не принципиально какая у вас будет метрика. Главное, чтобы эти метрика использовалась по всему коду. Если вы одной метрикой меряете весь свой код, то все окей. Если вы, конечно, будете эту метрику менять от проекта к проекту, если она будет постоянно разная, то здесь возникнут сложности, она будет не стыковаться. Но пока у вас все одной метрикой меряется, ну, 3 значит 3. Вот в этом коде complexity 3, то есть acceptable. Acceptable. Почему acceptable? Сам этот Томас Маккейб, которого мы уже знаем, он в своей статье Software Quality Metrics to Identify Risk, это тоже, видимо, написано было, я тут дату не указал, можете погуглить, найдете, это тоже было написано, наверное, в те времена. Он предложил такие цифры. Он сказал, что если у вас complexity 1.10, то это little risk, то есть можно окей, все подходит, 11.20 средний риск, 21.50 high риск и 50 плюс, это very high. Я не видел в своей жизни код, который был бы имел complexity 50 плюс, по крайней мере у меня, я такой код не писал. Почему я говорю я не видел? Потому что я использую инструменты, я вам сейчас про них скажу, я использую инструменты, которые автоматически контролируют complexity. То есть, когда я написал кусок кода, вообще любой код написал, перед тем, как он попадает у меня в production, перед тем, как он попадает в сборку, статический анализатор проходит по нему и говорит, у тебя в таком-то методе complexity выше, чем 10. Значит, этот метод не проходит. Мы его не принимаем, перепиши. Разбей на части, перепиши, в общем, сделай что-нибудь с ним, чтобы он поменялся. Иногда у меня бывает так, что нужно сделать suppression этого complaint от этого инструмента. Но в этих случаях я видел complexity 12, я видел complexity 15. Но так, чтобы я видел 20, я такого не помню. Как можно представить себе метод с complexity 50, для меня большая загадка. Что должно быть там написано, какой там должен быть код. Наверное, это total mass. У меня обычно в комплекте до десятки. Действительно, я попадаю в категорию little risk. Но я видел цифры и до 20 тоже бывает. Вот тут справляют вопрос. Это случайно не количество путей от старта до выхода? Да, также про эту метрику говорят, что это такая интерпретация. Что это количество всех возможных путей от входящих, от входов, от всех входов до всех выходов. Потому что у программы может быть несколько выходов. Это количество всех, тоже такое, такая же, одна из интерпретаций этой метрики. Количество путей, как они сказали до этого, мы говорили, что это количество decision, количество путей. То есть, по каким путям, опять же, это сколько у меня в голове нужно будет выложить этих путей. Или сколько мне нужно будет запомнить разных вариантов, по которым можно пройти, для того, чтобы понять весь алгоритм. То есть, вы правы, Ефим прав насчет количества путей. Вот, ну вот такие цифры. Просто держите их себе в голове, если вы встретите этот циклом, эти комплексы. А вы должны его встречать обязательно в своем программировании. Вам он будет попадаться, и вы должны понимать, какие цифры вы должны ожидать. Ну вот, еще вам такую хотел статью показать. Мы немножко говорили в прошлый раз об этом. Сейчас я уже показываю вам ссылку. Не так давно опубликованная. Авторы предлагают посмотреть на практически stable linear relationship. То есть, они говорят, что complexity, cyclomatic complexity и lines of code, две метрики. Cyclomatic complexity and lines of code, с которыми мы уже знакомы. Обе метрики. Что они empirical evidence. То есть, они, если посмотреть на практические примеры, на сотни тысяч блоков кода, они, по-моему, анализировали Java, если я не ошибаюсь, или C++, что-то такое. C++. А может быть, даже несколько языков. Почитайте статью, я не помню. Но они говорят, что они двигаются одновременно. То есть, увеличивается cyclomatic complexity, увеличивается количество строк кода. Увеличивается количество строк кода, увеличится cyclomatic complexity. Они не говорят, что одна метрика зависит от другой. Потому что эту зависимость мы доказать не можем. Но мы можем показать, что они двигаются одновременно. Вы знаете разницу между зависимостью и такой термином? Я не уверен, что я правильно скажу сейчас. Окей, то есть, есть разница между видимой... Корреляция, да, может быть, корреляция. Я думал, казуальность есть такой еще термин. В одном из исследований мы использовали... В общем, короче, корреляция, да, окей, вы правы. Георгий правильно говорит. Давайте использовать слово корреляция. То есть, у нас есть две метрики, которые движутся похожим образом. И между ними есть корреляция. Это значит, что мы видим... Может быть, даже корреляция не обязательно существует. То есть, мы видим, что они движутся одновременно. Но это не значит, что они друг от друга зависят. Есть такой пример интересный, в чем разница между зависимостью и корреляцией. Если посмотреть... Какое-то исследование было, это фольклор, я вам расскажу. Мне тоже рассказывали коллеги. Вот есть пляж. И на этом пляже есть частота несчастных случаев в воде. То есть, как часто люди, ну, условно, гибнут или их приходится спасать в воде. И на эту частоту мы на графике изобразили. В течение, например, года. В течение лета всего. И потом мы рисуем второй график. Количество мороженого, проданного в ларьке мороженого на пляже. И вот они одновременно движутся. Сколько мы мороженого продаем, вот столько и люди гибнут. И делаем вывод. Прекратить продавать мороженое, и люди перестанут гибнуть. То есть, мы делаем вывод о том, что есть зависимость между продажей мороженого и гибелью людей. Поскольку он купил мороженое, ну, мы не знаем там, что произошло, но мы понимаем, что если такая зависимость, и мы на графике ее видим, мы ложно предполагаем, что есть зависимость. Это ошибка наша. Что количество мороженого зависит от... Точнее, количество несчастных случаев зависит от проданного мороженого. Но на самом деле, просто корреляция, как ее можно легко объяснить, просто погода разная. То есть, когда погода более жаркая, то, естественно, люди покупают и мороженое чаще, и купаться идут чаще. И поэтому и количество несчастных случаев выше, и количество проданного мороженого выше. То есть, мороженое никаким образом не связано с несчастными случаями. Не потому, что он купил мороженое, и его после этого потянуло погибать в воде. Такой связи здесь нет. Депенденции отсутствуют. Но корреляция видимая. Мы видим, что действительно они одновременно движутся. Просто на графике мы не видим еще третьего графика. Это погода. Мы не нарисовали на графике эту погоду, и тогда оба эти значения начнут зависеть от погоды. Также и у вас в ваших исследованиях вы должны понимать, что вы не можете говорить, что есть депенденции, если вы ее не объяснили. И для этого, я думаю, нужны какие-то другие эксперименты, показывающие, что... Вот если мы, допустим, захотим сказать, что lines of code влияет, то есть, cyclomatic complexity зависит от lines of code. То есть, я написал больше строк кода, и это приведет к тому, именно это приведет к тому, что cyclomatic complexity станет выше. Это далеко не факт. Они об этом не говорят, эти авторы этой статьи. Они не утверждают такое. И, возможно, это и неправда. Потому что действительно может быть большое количество строк кода, если дать программисту провести такой экзолированный эксперимент, и сказать, вот вам, допустим, 10 задач, сделайте с малым числом кода, с большим числом кода, с супер большим числом кода, может быть так. И посмотреть, какая будет cyclomatic complexity. Может быть, совершенно не значит, что эта зависимость появится. Что мы увидим, что cyclomatic, этот CC, зависит от lines of code. Вот так. Но корреляция, как мы договорились это называть, она empirical evidence, этой корреляции, он установлен, и довольно давно, уже 15 лет как, вы можете это себе пометить и знать, что есть такой научно доказанный факт, что эта корреляция существует, а значит, можно предполагать, что пиши короче, и, скорее всего, ну, тут зависимость можем предполагать, что, наверное, если будем писать короче, то cyclomatic complexity будет ниже. Теперь такой вопрос интересный. Что такое cyclomatic complexity класса или модуля? То есть мы сейчас проговорили про алгоритм, где есть точка входа, где есть точка выхода, между ними эти узлы, и вот мы по этим узлам проходим, посчитали цифры. А если у нас в классе 5 функций, если у нас в модуле 15 классов, можно как-то посчитать cyclomatic complexity всей этой картинки? Тут есть два подхода. Да, первое, вот Петр предлагает, первое, это среднее. То есть взять 5 классов, вернее, 5 функций, допустим, в классе, по каждой, по 5 методов в классе, по каждому методу посчитать cyclomatic complexity и посчитать среднее. Если вы погуглите, зададите такой вопрос, то вы попадете на стек оверфлоу, где в одном из ответов действительно это предлагается, где автор ответа пишет, что да, действительно, давайте считать среднее. Но если вы посмотрите Википедию, то там рекомендуют по-другому. Там говорят, что в этой вот формуле, в которой у нас есть количество этих самых узлов, вернее, количество edgy минус количество узлов плюс 2, так вот здесь вот в оригинальной формуле, в правильной, стоит еще вот такая вот множитель P. Так вот этот P, это количество входов в программу, как я это понимаю. И если у нас есть класс, то у нас есть вот так вот один алгоритм. И второй, один метод называется FU, например, и второй метод, какой-нибудь бар. И в нем, например, вот так. Так вот, cyclomatic complexity класса должна считаться, как будто мы на графе видим вот это все. То есть, как будто у нас такой большой граф. И с этим большим графом мы начинаем вставить, сколько edgy? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять. Девять edgy. Сколько нодов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. И плюс 2, умноженное на, ну, условно, раз, два, три, четыре. На 4, например. Типа 8. Но я не уверен, что 4 здесь. Может быть, здесь надо двойку ставить. Опять же, не. Может быть, 8, может быть, 4. Но суть не в этом, а в том, что мы посчитали это, глядя на программу, как целиком, на класс, точнее, как на целиком, на целиком такую картинку. Вот в том датасете, который я вам рекомендую использовать, в нем считается как раз среднее. И это, на мой взгляд, сейчас уже, в моем понимании, это неправильно. Лучше считать все-таки вот так, как говорит Википедия. То есть, представляя себе класс, как такой большой граф, с многими точками входа, многими точками выхода. Тогда будет логичнее. Тут спрашивают, вопрос задают, for, цикл разбивается на условия и тело. Ну, любой цикл, это, в общем-то, это тоже if, then, else. То есть, вы же понимаете, что любой for в программе, в Java, например, это, на самом деле, всего лишь синтаксический sugar для команды if. То есть, если вы пишете, допустим, даже, давайте проще, не for, какой-нибудь, а while. Если вы пишете while, a, больше пяти, а потом, как вы это называете, тело, допустим, print, x какой-то, то на самом-то деле, компилятор видит же не это. Компилятор не понимает, что такое while. Компилятор, точнее, итоговый компьютер, он делает if и go to. Да, все правильно. То есть, он, как вы пишете, он пишет if, a, больше пяти, then, там, чего-то сделать. Else, ну, он использует if и go to. Да, он перепрыгивает и условия, перепрыгивает и условия. То есть, while это синтаксический такой sugar для if вместе с go to. Поэтому переносим, представляем себе while. Но, когда мы рисуем циклом эти комплексы, то, конечно, if, он не предполагается, а while считается, как один узел, я так понимаю. Я бы нарисовал while, print, я бы нарисовал так. Сначала идет условие. Нет, я бы нарисовал действительно так, как go to. То есть, я бы спросил сначала, if, a, больше там чего-то, пяти, это был бы мой первый узел. Потом бы, если он больше, то я бы делал print, это второй узел. А если он меньше, то я бы делал, то я бы делал вот так, это выход уже из цикла, а здесь бы вот так делал. Вот это был бы мой while. То есть, условия, тело и выход, точка выход. Наверное, раз, два, ну, здесь какой-то нот, который после него идет. Вот так, наверное, выглядит. А, стоп, секунду, если print, вот отсюда сюда еще раз, вот так. Мы же цикл должны завернуть. То есть, print после своей отработки, он опять возвращается на if. Ну, вот так, наверное, для этого, для этой цикломатик комплекстики выглядит граф. Вот, так что расчет этой комплекстики для больших блоков кода, он должен быть через представление всего. Что делать с модулем, вопрос. В модуле все-таки много классов. Наверное, нужно тоже попытаться представить этот модуль, как большой-большой такой. То есть, получается, если мы представляем это как граф, то, наверное, у нас цикломатик комплекстики класса будет равна сумме цикломатик комплекстики каждого метода. То есть, вы предлагали считать среднее, а, видимо, этим предложением я предлагаю, ну, не я, а Википедия, предлагают считать, наверное, сумму их. И так, наверное, правильнее, потому что, представьте себе, что у вас один большой, представьте, что у вас один метод, в котором цикломатик комплекстики 50, то есть, очень высокая, и второй метод, в котором цикломатик комплекстики 1. Причем в первом методе у вас 1000 строк, а во втором методе у вас одна строка. И вы спрашиваете, какой у меня цикломатик комплекстики класса? 25. Ну, это же неправда. Он же сложный. Мне, чтобы понять этот класс, он же не такой же сложности, как если бы там было два метода по 25. Там же один 50, другой 1. И нельзя их делать между ними среднеаритметически, потому что мы таким образом теряем информацию о комплексе. А вот если мы их сложим, то это будет 51. Ну, их там двое, 51, да, действительно, это примерно сравнимо со сложностью класса, в котором 25 и 26, допустим. То есть, расчет среднего, он не, нас не устраивает, это точно. Так, еще вопрос Ефим задает, а мы учитываем видимость для точек входа, паблик, правит и так далее? Ну, мы считаем, мы не учитываем, нет, мы не обращаем на это внимание. Для нас любой метод, он считаем как метод. Сайкломатик комплексити, во-первых, в те времена, когда писали сайкломатик комплексити, не было понятия паблик, правит и паблик. Тогда еще не было объектно-ориентированного программирования. Тогда было только процедурное программирование. И, соответственно, идея вот этого information hiding или инкапсуляции, она тогда еще отсутствовала. Ее не знали люди, не придумали. И все у них было паблик, они все процедуры, все функции, все было видимое. Ну, и, соответственно, они считали все видимое. Тут еще вот комментарий, получается, что тогда и 50 методов по единичке точно так же плохи, как один метод с комплексностью 50. Да, это так, но, наверное, это близко к правде. Если вы представите класс, в котором 50 методов, в каждом методе по одной строчке, то, наверное, понять мне этот класс будет так же сложно, как понять один метод с комплексностью 50. Но это вопрос, я бы не утверждал так. Я думаю, что тут вы правы, не так это все просто. Я думаю, что в этом случае этот cycle medic complexity не дает правильной картины, не показывает нам правильную картину того, что происходит. Потому что, действительно, 50 методов по одной строке, они их просто понять, особенно, если они все одинаковые. То есть, представьте себе, что это какой-то огромный data transfer object, в котором 25 getter и 25 setter. То, конечно, его понимать будет значительно проще, чем один метод с комплексностью 50. Да, это так. Ну, не идеальная метрика. Вы сами сейчас это увидели. Даже если мы сделаем среднеарифметическую, даже если мы сделаем сумму, и так, и так будет не идеально. Поэтому использовать только одну метрику, ну, кажется, неправильным. Допустим, мы можем сверху добавить еще одну метрику. Количество методов в классе. Есть такая метрика, количество методов в классе, которая просит программиста не писать классы, в котором будет 10 и более методов, допустим, или 20 и более методов. Потому что такой класс тяжело понимать, с ним тяжело работать. Отдельная метрика. Вообще, должны метрики идти в комбинации. Они должны идти в коалиции. Они должны работать все вместе. И, как мы в прошлый раз обсуждали, они могут противоречить друг другу. Они могут быть в конфликте друг с другом. Одна метрика говорит, что код плохой, а другая говорит, что хороший. Мы начинаем исправлять код, чтобы удовлетворить требования первой метрики. И вторая метрика включается в работу и говорит, нет, нет, а мне это не нравится. Верните все назад. И иногда бывает так, что этот баланс сохранить тяжело. Вот задача архитектора, того, кто находится над проектом, который контролирует проект. Задача его настроить метрики таким образом, перед тем, как программисты начнут программировать. Чтобы эти метрики, находясь в правильном конфликте между собой, контролировали работу программистов. Чтобы программисты не могли выйти за эти границы, которые расставил архитектор. То есть вы, как архитектор, будучи архитектором, вы должны расставить границы вокруг своего кода. И сказать, что мы сайклом эти комплексы, у нас не будет выше цифры 10. Количество строк кода в одном методе не будет выше сотни. Количество методов в классе не будет выше 20. И так далее, и так далее. Эти метрики у вас есть для этого инструменты, они существуют, статические анализаторы, стайл-чекеры, которые вы можете подключить. И они вам помогут это сделать. Они вам разрешат настроить так, чтобы вы в проекте имели только... Чтобы все было сделано так, в тех цифрах, в тех границах, которые вы решили в начале. И тогда программистам будет легко его программировать. Они будут знать, что от них ожидает. Они будут знать, за какие красные линии им выйти нельзя. Потому что зачастую этого нет, зачастую программисты не понимают, какие от них ожидания по качеству. Они не знают, что именно проект от них ждет. Как мне можно писать код, как мне нельзя писать код. Это создает, во-первых, такое безалаберное отношение у программистов. Им просто становится наплевать. И второе, мы начинаем терять качество в коде. Код теряет по качеству, потому что программисту наплевать, а отсюда следует уже все остальное. Ему становится все равно. И мы имеем, что обычно имеем. Задача архитектора это установить жесткие границы. Чем они жестче, не бойтесь их устанавливать. Не бойтесь, что программисты будут иногда возмущаться и говорить, что мне хотелось бы написать комплексити выше, чем 10. Потому что у меня такой алгоритм сложный. И к вам будут приходить и с вами будут вступать в конфликт и говорить, что ваши эти красные линии, они только раздражают, они мешают, они не помогают. Вместо того, чтобы помогать, вы там здесь устроили такой цифровой концлагерь, вы нас поставили в границы и не выпускаете из него. А у меня креативити рвется на свободу. Я хочу написать метод, в котором будет комплексити 50, потому что это такой гениальный алгоритм я придумал, и мне никто не должен помешать. Ваша задача будет пушбэк. Ваша задача будет все-таки возвращать в реальность этих программистов и говорить, что мы программируем тут не для себя, а для людей. Поэтому будьте добры писать так. В общем, это такая отдельная тема, как бороться с программистом, будучи программистом. И как не давать программисту написать плохой код, тоже будучи программистом. Это все целая сфера. Следующий вопрос. Есть такой фичер-крип, так называемый термин. Это когда мы добавляем в проект, в исходный код, добавляем много функционала лишнего, излишне сложного даже. Мы сейчас говорим про комплексити. Фичер-крип это немножко шире понятие, это когда программисты добавляют вообще просто фичер, потому что им нравятся эти фичи, им кажется, что их можно добавлять все больше и больше, проект становится все сложнее и сложнее. В итоге его становится практически невозможно поддерживать. И мы начинаем тратить огромные деньги, время на то, чтобы удержать его под контролем. И в конце мы получаем, мы получаем вот, убиваем и продукт, и проект, и все погибает. Это из Википедии вам цитата. Я думаю, что к фичер-крип, один из механизмов остановки этого или предотвращения этого, это контроль к Cyclomatic Complexity. Если вы будете контролировать комплексити, то программисту будет трудно сделать лишнее. Программист будет, добавляя лишнее, он будет натыкаться на то, что он переходит красные линии. Ему приходится, ему придется делать, дизайн менять. То есть, когда у вас есть какой-то уже, например, класс, и в нем есть один метод, и в нем есть второй метод, и в нем есть третий метод, у вас три метода, какой-нибудь там Full, какой-нибудь Bar и какой-нибудь там, я не знаю, Z. И вот у вас есть три метода. И в этом методе уже Complexity 10, в этом уже 7, в этом уже, допустим, 12. Программисту, чтобы как-то, и вы, допустим, сказали, ваше правило в проекте сказано, что в классе, Total Class Cyclomatic Complexity, допустим, назовем ее, назовем ее Cyclomatic Complexity от класса, она должна быть в интервале, там, от нуля до, например, 50, а Cyclomatic Complexity от метода, она должна быть, например, от нуля до 10, как Томас нам рекомендует. И вот программист открывает этот класс, и он хочет сделать эту функцию, например, этот Full, сделать ее помощнее, получше, добавить там фич, чтобы она еще и что-то еще делала, и что-то еще. Он клянется, как минимум, в эту метрику. Он, как минимум, в это упрется, ему придется вместо десятки, уже это в нарушение идет. Ну, допустим, это мы пропустили, она как-то прошла на продакшен, и мы ее разрешили ей. Но здесь у него уже не получится, ему придется новую функцию добавлять. Он добавит новую функцию, какую-нибудь там функцию Т. Вот, и она будет тоже с какой-то Complexity, он, допустим, ей там поставит цифру 7. Ну, тогда, если, окей, если, допустим, у нас здесь было не 30, там, не 50, например, а 30, и тогда он вылезет за эту метрику, потому что здесь будет больше, чем 30 уже. Ему тоже это некомфортно, значит, ему нужно это убрать отсюда и сделать новый класс с этой функцией Т. И когда он создает новый класс, то это уже будет совсем другой уровень review, совсем другой уровень анализа его изменений. Мы уже все обратим внимание, что он создает новый класс с новым именем. Значит, у этого есть какой-то смысл, давайте больше внимания этому делим. Потому что когда человек просто меняет метод внутри метода, был метод, метод остается, класс остается, просто метод немножко расширяется. Ну, ревьювер не обратит на это внимание. Ревьювер будет легко это примет, и вся команда это легко примет. Но если человеку поставить эти все красные линии, то ему придется создавать новый дизайн. И это будет стоить значительно дороже, и на ревью это будет взамен. Вот такой вот инструмент предотвращения этого feature creep. Так, ну вот это то, что я вам уже сказал. Повторю еще раз, что сам Том Маккейб suggested to prohibit functions where code complexity is larger than 10. То есть он тогда уже предвидел, что мы будем иметь в нашем коде уже сейчас. Тогда еще не было Java, тогда еще не было всяких модных языков. Но он уже тогда говорил, что больше, чем 10 делать нельзя. Ну, современные статические анализаторы могут вам помочь это сделать автоматически. На каком языке вы программируете, напишите вот в чат. Я вам скажу, какой статический анализатор вам используют, чтобы вы с Cyclomatic Complexity там получили эту метрику. Вы просто автоматически добавляете статик аналайзер в свой код, и он вам тут же из коробки, вам не нужно писать это все, программировать эту формулу. На C Sharp не знаю, на Java это PMD, на C++ это не знаю, на Kotlin это будет то же самое, что на Java это будет, наверное, PMD, Blueprints не знаю, Pascal не знаю. Вы правда пишите на Pascal. На Go не знаю, не писал. На Swift, по-моему, нет такого, to my knowledge. Язык достаточно молодой, но могу ошибаться. На Python. На Python, по-моему, Flake 8 вам это сделает. На C++ тут предлагают просто помолиться. Да, это, наверное, близко к правде. На C++ есть, безусловно. Конечно, все это, на C++ это лидирующий язык. Конечно, в нем в первую очередь все это заимплементировано. Но в нем, к сожалению, многие продукты коммерческие. В нем как-то не так, как в Java. В Java большинство решений готовых уже есть в open source. В C++ вы найдете только такие очень скудные анализаторы, которые едва-едва могут анализировать. Типа CPP-Lint, типа какой-то мы еще использовали. Не помню. В общем, типа CPP-Lint. Он существует, но он очень слабый. Он мало чего может поймать. Он очень слабо анализирует код. А все остальные, которые мощные анализаторы, они за деньги. И это, к сожалению, так. Для Rust, я знаю, что для Rust есть этот анализатор, который... Ой, я забыл название. Который мы тоже используем. Господи. Я не помню. Уже несколько месяцев не писал на Rust. Но вот у меня в проекте мы используем анализатор. Но, по-моему, он C++ не определяет. Он какие-то другие вещи ловит. Тоже достаточно неплохо, но такие Rust-ориентированные. Вот так. Никто не спросил про JavaScript. Никто не спросил про Ruby. Мои два любимых языка. Но там тоже я не знаю. Нет, для Ruby Rubacop очень мощный. Он там ловит complexity. Хорошо ее видит. Для JavaScript. Ну, наверное, что-то может быть и есть. Но, по-моему, этот ES-Lint может быть. Просто я никогда на JavaScript большие функции не писал. Может быть, я просто не натыкался на эту проблему. Потому что мы же включаем статический анализатор. Запускаем его, он начинает работать. И он что поймал, то поймал. Мы это исправили. Дальше он молчит. Он дальше ничего не говорит. И разработка идет. И когда мы выходим за какую-то границу, за какую-то красную линию, он в этот момент включается и начинает нам об этом сообщать. То есть, пока он молчит, я даже и не знаю, есть у него эта фича или нет. Так что вот ES-Lint, который в JavaScript, он может быть и находит. То есть, им для того, чтобы понять, посчитать CycleMatic Complexity, им нужно распарсить исходный код, построить AST-дерево. И по AST-дерево уже по этим операторам пройтись и посчитать количество переходов. Достаточно несложная функция. Вы можете сами написать для какого-то языка программирования. Вы можете написать маленький статический анализатор, такой homework сделать. Для какого-то языка, который вам нравится, посмотрите только сначала, если вы не найдете такого анализатора. Напишите свой, который только CycleMatic Complexity анализирует. Будет очень компактный, емкий и легкий в использовании. Его можно будет легко добавить в язык. Он будет ничего не будет другого делать. Только будет ловить CycleMatic Complexity и давать делать это по методу, по классу, по модулю. Потому что вот CycleMatic Complexity класса, например, его нет такого в Java. Вот PMD, который я вам рекомендую, он не умеет для класса рапортовать CycleMatic Complexity. То есть он по методу мне скажет, но если у меня будет много в классе методов, и у них у всех будет высокая CycleMatic Complexity, он не даст никакого сигнала и не скажет, что у вас суммарная комплексity в классе высокая. Или средняя, или суммарная. Ничего не скажет. То есть он тоже не дотягивает в этом отношении. Тоже может быть такая сфера для улучшения, где вы можете сделать contribution. Так, ну и последний. А, все, 7 вопросов у меня. Ну, в общем-то, на этом теоретическую часть я вам рассказал про этот Complexity. Я думаю, вам должно быть теперь понятно, что существует такая метрика. Моя задача была с ней вас познакомить. А дальше вы сами смотрите, как ее использовать и нужна ли она вам. Вот, у вас есть эти research, исследования, которые вы делаете, каждый свое, у каждого своя тема. И у кого-то из вас есть этот CycleMatic Complexity, он так или иначе упомянут, или вы относительно него делаете research. Если у вас есть какие-то вопросы по тем задачам, то скидывайте в чат, я попытаюсь ответить. Если нет, то я пока буду говорить, а вы думайте. Может быть, вас интересует что-то, что вам там непонятно, что бы вам хотелось, чтобы я объяснил. Как лучше написать это, как лучше объяснить, с чего лучше начать статью писать, с чего нужно начать делать research. В общем, задавайте вопросы, я буду отвечать. Пока вы думаете над вопросом, я вам пока скажу, как я вижу в целом вообще ваш этот research, как бы я его делал, будучи на вашем месте. Я бы сначала написал бы метод исследования. Даже, наверное, да, я бы, наверное, все равно написал метод. Хотя есть рекомендации начинать с related work, то есть начинать с анализа того, что уже сделано. Но я думаю, что в вашем случае лучше сначала набросать метод, в котором бы вы кратко, буквально в трех абзацах, в три-четыре абзаца, причем это не абзацы текста большие, а буквально одно такие предложения из нескольких слов. Вы бы написали рецепт, по которому будет строиться исследование. Вы бы сказали, первым мы берем это, второе мы считаем вот это, третье мы собираем это в табличку, четвертое мы делаем такую-то сортировку, и пятое мы ищем зависимости, используя такой-то метод статистического, метод статистики какой-то определенный. И в итоге мы получаем кидацифр. То есть у вас должен быть такой рецепт приготовления борща условно. Вы говорите, взяли, положили, взяли, положили, размешали, смешали, соединили и разложили по тарелкам. Вот вы такой метод себе должны увидеть на бумаге и написать его, потом обсудить, обсудить со мной, обсудить, может быть, с кем-то еще, чтобы кто-то покритиковал, сказал, что это по такому методу, если вы пойдете, у вас получится результат, допустим, не будет иметь смысла, потому что вы не учли вот это, или вы здесь не предвидели что-то такое определенное. Я бы начал с метода. А потом бы вторым шагом, до того, как делать ресерч, я бы пошел в Related Work. То есть надо понять, а не повторяете ли вы уже сделанное. Вот вы написали рецепт борща, условно говоря, а потом пошли в интернет, а оказывается ровно такой рецепт лежит уже на сайте Cooking.Cooking вместе с нами. И получается, вы дублируете. Тогда вам нужно, может быть, вообще остановить ресерч, может быть, вообще решить, что это дублирование, тогда нет смысла этим заниматься. Либо поменять, сказать, что смотрите, они-то сделали это исследование, но они изучали только язык Python, а мы будем изучать язык Java. Вот наши отличия. То есть сначала мы рисуем рецепт, а потом идем в интернет, идем на сайт, лучше всего идти на сайт Scholar. Я, по-моему, вам скидывал. Scholar.google.com Это сайт, где такая база данных, аккумулирующая научные статьи. Потому что если вы просто в Google пойдете, то он вам будет рекомендовать в основном всякие блоги, книжки, публичные какие-то ресурсы, но они не в научных публикациях, они не очень котируются, на них ссылаться такой дурной тон. Почему? Потому что эта публикация, если вы нашли, допустим, блокпост чей-то, где люди написали на своем блоге, рассказали, как они тоже делали подобные, допустим, research или как-то связаны с вами. На него сослаться в статье нехорошо. Почему? Потому что этот блог может быть удален через 10 лет, например. Вот вы публикуете статью, статья ваша ложится в аналы истории, то есть ложится во всей библиотеке мира. Ну, условно. Даже не условно, а практически так и будет. Если ваша статья будет принята на конференции, и конференция в конце выпускает труды конференции, эти труды конференции, это вполне себе книга, которая имеет свой номер, ISBN, этот международный, который ложится, потом рассылается на эти труды конференции по основным библиотекам в несколько стран мира, и он там остается с человечеством на многие-многие годы. На многие это значит на десятки, а то и сотни лет. То есть сейчас можно пойти в библиотеку и найти подшивку журнала, который издавался, допустим, в 32-м году. И мы откроем этот журнал, там в 32-м году будет написано, допустим, смотри, там, блог-пост такого-то. Ну, конечно, мы откроем этот блог-пост, там нет ничего уже, потому что прошло уже 90 лет. И, конечно, этот блог уже умер, домен уже кончился, автора его уже, тоже его нет, и все исчезло. Поэтому нельзя давать ссылку на временные ресурсы, на то, что может исчезнуть. Мы должны давать ссылку только на то, что тоже лежит уже в библиотеке. И что лежит в библиотеке, вы найдете на этом сайте scholar.google.com. Они вам перечисляют те хранилища и те статьи, которые находятся в таких хранилищах, которые предполагаются, что уничтожены не будут. А всякие блоги, там, мой блог, допустим, если вы сосреди на мой блог, ну, кто знает, что будет с этим блогом через 20 лет. А вот что будет с моей, допустим, условно, моей статьей, которую я уже опубликовал, там все понятно, она будет лежать в этой библиотеке forever. Так, тут от вас несколько вопросов. Если в ресерче упомянута метрика, ее можно использовать? Ощущение, что чем больше метрик, тем лучше. А не упомянута метрика, можно ли ее использовать? Можно использовать разные метрики, конечно. Если в ресерче не упомянута, можно расширить. Напишите метод, расскажите, как вы хотите, и покажите мне. Я буду, скорее всего, за, если вы берете шире, чем уже. Это, ну, проблем. Какой порядок написания после методов и после полученных методов? Вот как я говорю, если вы написали метод, как только вы его описали, вы должны убедиться в том, что вы должны найти свое место в науке. Вы не в безвоздушном пространстве делаете ресерч. Уже кто-то что-то делал. Кто-то уже обращал внимание на этот Cyclomatic Complexity, но под другим углом. Кто-то уже считал там цифры, но под другим углом. Вы должны это все показать в разделе Related Work. То есть вы идете в Google Scalar и там набираете похожие статьи и как-то их складываете в Related Work, рассказывая, что они уже сделали, но не сделали то, что вам нужно. Что-то сделали, но не доделали. Как-то сделали, но не досчитали. Но у них недостаточно было. То есть ищите какие-то недостатки. Ваша задача в разделе Related Work найти работы, которые как-то близко вокруг вас, но имеют недостатки. Вы должны показать, что у них сделано, но какой-то небольшой недостаток есть. А потом в конце вы говорите, в конце раздела Related Work, что вот мы все это изучили и видим, что есть возможность эти недостатки устранить. Поэтому мы наш ресерч и делаем. Потому что видим, что у предыдущих решений были недостатки. Если вы таких решений не нашли или не нашли у них недостатков, то возникает вопрос, зачем вы делаете свой ресерч? Уже все сказано. Мы уже изобрели условно там, какую-то теорию, мы уже изобрели и уже ее доказали. А тут вы выходите и то же самое предлагаете. Ну, это странно и, скорее всего, вас не примут. Но никто не будет вашу статью читать, если у вас нет раздела Related Work. То есть никто за вас эту работу делать не будет. Вы не можете выйти на конференцию и сказать, я вот предлагаю вот такой ресерч, по такому методу. И я не смотрел, что делали другие. Вот я думаю, что никто этого не делал. Будет вопрос у читателя. Но мало думать. Надо показать нам. Все-таки найдите что-то и покажите, что действительно... А если вы ничего не нашли или нашли очень мало, иногда бывает, что находят мало. То есть в разделе Related Work упоминают, допустим, там две статьи чужие. И говорят, вот те что-то делали и те что-то делали. У вас спросят, и все? Неужели не было других направлений? Неужели никто не пошел по их стопам уже? Неужели... Ну, это если что-то вы совершенно новое, если вы изобретаете, не знаю, там, квантовый компьютер девятого поколения, тогда вы можете сказать... И то, уже были компьютеры, условно, восемь поколений до вас. Но если вы изобретаете что-то совершенно впервые, тогда вам могут простить, если у вас там ссылок буквально одна-две. Или вообще ноль. Вообще ноль это значит, что вы открываете просто новую территорию в науке. Это вы создаете что-то такое, чего мир не видел никогда. Но это не наш случай пока. Мы еще с вами не там. Так, тут вопрос про аналитику. Если добавить новую метрику, сколько примерно будет работать код, анализирующий все классы. Да, у вас есть датасет, и к нему можно добавить свой код. Я думаю, что он будет на лаптопе, на обычном, ну, может быть, полдня, я думаю, не больше. В рамках одного рабочего дня вы должны уложиться. Как оценивать код комплекс, эти результаты? Также считать, что нормально меньше десяти, а больше это много. Ну, по крайней мере, так можно считать, потому что можно опереться на оценку этого Томаса, сказать, смотрите, он там рекомендовал меньше десяти. То есть мы не сами это выдумываем, это не наша фантазия, такая рекомендация. Можно поставить так. Можно поискать какие-то более свежие статьи, потому что Томас, эта статья им там уже 40 лет, и эти рекомендации, наверное, устарели. Можно найти более свежие, где люди тоже говорят что-то про Cyclematic Complexity, но дают рекомендации про Java, про Python, про свежие языки. И говорят, что наша вот оценка, что в Python такие-то диапазоны допустимы, а такие-то недопустимы. Есть еще такая вот, если вы упоминаете, Cognitive Complexity. Мы ее рассмотрим, наверное, на следующей лекции. Это такая новая метрика, недавно предложенная, типа на замену или в помощь Cyclematic Complexity. Она немножко другая, она по-другому считается, она отражает другое, другой, у нее немного смысл. Но можно ее использовать, безусловно. Да, вот правильный вопрос Петр задает. Как быть в таком случае с GitHub? Он тоже домен, а подсчет метрик мы берем из него. Действительно, в этом большая проблема. Существует для таких исследований, как мы с вами проводим. Когда люди берут большой объем Java кода, по нему делают исследования, собирают по нему данные, потом их публикуют, а потом эти данные, а потом этот источник их данных, которые они брали, он исчез. То есть проекты люди закрыли, изменения туда внесли, если его сейчас, если читатель, допустим, откроет вашу статью через 10 лет, то он не найдет на GitHub и половины тех проектов, которые вы упомянули. Он найдет там значительно меньше и найдет там другой контент. То есть если он их будет открывать через 10 лет, то там будет совершенно другой контент и он не сможет повторить ваши исследования. А ведь одна из главных свойств, одной из главных свойств любой научной работы это ее повторяемость. То есть мы можем взять вашу статью и провести такой же эксперимент, как вы проводили, и получить такие же данные, как вы получили. Если же мы делаем то же самое и получаем другие данные, то грош цена вашему эксперименту, потому что он неповторимый. Он, видимо, какой-то был... Была какая-то случайность, была какая-то... Была какая-то неопределенность во время ваших исследований. И мы не можем повторить те же условия. И поэтому это уже не наука, а фольклор. Это вы уже... Это вы должны тогда писать в какой-нибудь такой более... Менее строгий журнал. Не на научную конференцию, а можете блог написать и в нем рассказать, что вот я взял какой-то кусок кода, поанализировал, получил что-то. У вас, наверное, так не получится, но у меня получилось. Я отсюда делаю какие-то выводы. Наука это другое. Наука это вы делаете эксперимент, особенно в той сфере, где сейчас мы находимся, такая эмпирическая наука. Вы берете эксперимент, проводите и заявляете, что вы, дорогие читатели, можете сделать ровно такой же эксперимент. Для этого я и предлагаю взять датасет, который мы собрали за последние несколько лет. То есть мы написали такой скрипт, который я вам дал ссылку на репозиторий, который CAM называется, Classes and Metrics. То есть это скрипт, который мы запускаем раз в год, и он берет из GitHub много файлов, чистит их, выбрасывает ненужные, фильтрует, полирует, собирает какие-то метрики и фиксирует. Фиксирует такой датасет. И в нем говорит, что взял я эти данные там-то, но это уже не важно. Важно, что я некий фиксированный датасет. И на него уже в статье давать ссылку проще. То есть вы говорите, смотрите, этот датасет, он опубликован там-то, файл его, zip-архив, лежит вот там-то. И если вы достанете этот zip-архив, то вы, проведя те же самые исследования, что мы проводим, у вас получатся те же результаты. Если вы скажете, что смотрите на GitHub, то, конечно, этот базис, на котором вы построили свои расчеты, он уплывет из-под ног буквально через полгода. Поэтому сделали такой архив, который имеет некую фиксированную такой бейзлайн. Такая точка, от которой можно дальше танцевать, и от нее, на нее можно опираться. Вот. Сейчас мы работаем над тем, чтобы выложить еще один более свежий бейзлайн. Я думаю, это еще несколько, может быть, дней, может быть, неделя займет, и будет более свежая версия, потому что текущая версия, там ей уже, по-моему, два года. Ну, более свежая, она более интересная. Но это не так важно, потому что, ну, Java есть Java, просто там она, там она, там те проекты, которые были два года назад, сейчас будут те проекты, которые сейчас. Это будут другие проекты, другая выборка, другой анализ. Но в итоге это сойдется на фиксированный zip-архив, в котором абсолютно зафиксировано четко, с чем мы работаем, какой мы базис используем для анализа. Это удобно, то есть вы в своей статье просто скажете, мы пошли в репозиторий такой-то и взяли у него один большой архив, версии такой-то, даты такой-то, размеры такого-то, точка. И если этот архив будет жив, а надеемся, что он будет жив, поскольку он лежит на GitHub, он лежит внутри GitHub Storage, если GitHub никуда не денется, ну, надеемся, что GitHub это, конечно, ну, нет такой, нет пока такой мировой библиотеки артефактов цифровых. То есть, к сожалению, пока еще человечество ее не создало, но я думаю, что к этому идет, мы в итоге рано или поздно есть библиотеки только текстов, библиотеки трудов, библиотеки документов. Они существуют, вот тот же самый, ну, допустим, ACM, есть IEEE, то есть они хранят у себя такие цифровые артефакты. Библиотеки, библиотека имени Ленина, допустим, в Москве, она тоже аккумулирует в себе вот эти текстовые документы и сохраняет в огромное хранилище такое, ну, это, человечество построило таких, библиотека Конгресса США, такую же роль выполняет. Такие несколько центральных библиотек во всему миру, которые агрегируют в себя все знания, накопленные человечеством. Это очень важно. Если бы не было таких библиотек, то мы бы теряли бы знания. Мы бы ссылались на какую-то работу там 32-го года, а ее бы потом найти было невозможно. Просто текст был бы утрачен. Но чтобы этого не было, много лет назад люди договорились иметь библиотеки в каждой стране. Но библиотеки цифровых артефактов, они не созданы пока. То есть я вот сделал zip-архив, он занимает там полгигабайта. Я его положил на GitHub. GitHub это Microsoft. Завтра Microsoft может сам решить, не человечество решит, а Microsoft, что мой артефакт нужно удалить. И они его удалят. И все ваши статьи, которые вы написали, которые ссылались на этот артефакт, они перестанут иметь смысл. Потому что невозможно будет найти тот артефакт, на основе которого это создано. То есть было бы здорово, конечно, иметь... Я думаю, к этому человечество идет и придет рано или поздно, когда будет такое централизованное хранилище. Можно будет просто зайти туда, сделать логин, сказать, что вот мой артефакт, 2 гигабайта, пожалуйста, его сохраните, навечно, и никогда не удаляйте. Может быть, там будет какая-то небольшая сумма, которую я должен заплатить один раз. Потому что я не могу поддерживать его долго, я могу исчезнуть, я могу умереть, но артефакт должен оставаться. И вот я один раз плачу какую-то сумму, он туда ложится, и навеки с человечеством остается и лежит там всегда. Вот такой, думаю, к этому мы пойдем. Так, дальше. Мы уже заканчиваем. Если сложные кусочки кода будут снабжены поясняющими комментариями, даже не будет учитываться в этой метрике, хотя это же значительно упрощает поддержимость. Да, комментарии, конечно, метрика этой не усчитывается. Сайклометик комплексити, она не обращает внимание на комментарии, она их игнорирует, она смотрит только на, собственно, код. Это комментируемость кода, это другая метрика, это другой анализ, он тоже имеет место, но сайклометик комплексити вообще не об этом. То есть, как бы у вас, если у вас код сложный, как бы вы его не задокументировали, как бы вы много про него не написали, это никакой роли не играет. Все равно он сложный. Зачем в датасет добавляют весь исходный код классов? Может быть, оставить там только результаты, чтобы не надо было качать и распаковывать полгигабайта? Ну, в этом же и суть. Мы же хотим там оставить java-файлы, потому что без них не будет возможности понять, что вы анализировали. Представьте, через 20 лет мы открываем вашу статью, вы говорите, мы анализировали вот такой zip-архив, я открываю zip-архив, а java-файлов там нет. И куда мне идти за ними? А там написано, ну, мы взяли это с гитхаба, с таких-то репозиториев. Я иду в гитхаб, а там удален репозиторий, потому что автор репозиторий его удалил. И все, цепочка обрывается. Мы не понимаем, что вы анализировали. Мы можем, конечно, верить вашим цифрам, мы можем поверить, что вы такие собрали, такой комплекс. Но это неповторяемо, это недостоверно, потому что принимать на веру в науке не принято. Мы должны проверять. Если возможность такой проверки отсутствует, то все, ваша статья теряет смысл. Поэтому специально в этот архив и оставили там java-файлы. Там и метрики, и java-файлы, чтобы можно было навсегда пройтись по второму разу. Ну, действуйте, пишите метод. Сначала некоторые вас уже мне прислали, показали свои методы. Я уже там какую-то критику свою сказал. Прислайте еще, посмотрим. Делайте их короткими. Не пишите много, это буквально может быть один абзац. Я сделаю первый шаг, второй шаг, третий, четвертый, пятый. И покажите мне. И я вам дам направление, куда идти дальше. То есть сначала делаем метод, потом делаем Related Work. Когда эти две части закрыты, когда эти две части у нас есть, мы после этого начинаем, собственно, расчет данных. После этого начинаем вычисление. Но до этого начинать вычисление, вы можете потратить время, потому что, возможно, это кто-то уже сделал. И вы будете делать то, что делали другие люди. Зачем? Давайте сначала определимся, что делаем, потом поймем, что этого никто не делал, и у нас есть новизна научная, что мы действительно делаем новое что-то. И только после этого начнем это делать.